Всем привет! Я хочу показать, вернее, может даже рассказать про рецепт лепешка от кашля. Я в прошлый раз сделала, я уже обещала еще раз показать. Но вот это, там немножко я как бы пропустила столовую ложку воды. Я не хочу сейчас смешивать, если вам интересно, то оставайтесь, смотрите. Я повторю просто еще раз. Что для этой лепешки нужно? От кашля, от простуды. Вот, я всегда своим детям делала. Ну, тут уже надо смотреть, взрослый или ребенок. Столовая ложка горчицы. Берете, зачерпываете, не сильная горочка такая. Может быть горочка, но не сильная. Вот, сейчас я покажу примерно как. Я в прошлый раз показывала. Вот так вот. Конечно, можно зачерпнуть и с большим бугром, но вот так примерно. Я не буду сейчас мешать, а просто буду рассказывать и что-то показывать. Масло растительное надо, если для ребенка. Для взрослого это не обязательно. Столовая ложка. Все по столовой ложке. Мука. Столовая ложка. Тоже не слишком с горкой так. Мед. Тоже столовой ложечкой зачерпываете. И столовая ложка воды. Если есть возможность алоэ, то можно положить столовую ложку алоэ вместо воды. Если нету алоэ, то можно взять экстрат алоэ. Здесь вот две ампулки как раз подойдет. Развести до полной ложки столовой водичкой. И размешать. Вот эту вот кашицу всю можно будет перемешать. Выложить на марлечку. Возьмете марлечку, какого размера надо, какой ребенок там. Примерно по грудке, по спинке. Там, если вы смотрите сами. И эту лепешечку размажите по всем, по марлечке. Она как такая, ну как лепешечка получается. Ну вы ее можете размазать. Вот. И приложите на спинку или на грудку. Только в область сердца не надо. Вот. Лучше взять еще, для того, чтобы она не мазалась белье, ничего. Взять вот такую пищевую пленку. И обмотать ребенка. Это будет удобнее. Потому что мешочек целлофановый я раньше делала. Раньше не было таких пленок. Все-таки они немножко съезжают. С пленкой, я думаю, будет удобнее. Ну, в общем-то, вот и все. И вся эта лепешка. Все по одной ложке. Запишите. Вот. Или я запишу там в этом, в ролике. Вот такая лепешка. Что еще можно от кашля? Еще можно, если есть возможность достать барсучий жир, то можно им попользоваться. Натирать ребенка во время простуды, это очень хорошо. Барсучий жир. Медвежий жир, если у кого есть возможность. Тоже можно воспользоваться этим. Тоже хорошо от кашля помогает, от простуды, от всего. Так, и еще один рецепт я показывала. Тоже мед. Столовая ложка. И столовая ложка натертого лука. Вместе с мякотью, с соком. Вот этим он у меня есть, рецепт этот на канале. Можете посмотреть. Я ссылочку оставлю, если не забуду, конечно. И тоже очень хорошее средство от простуды, от кашля. Ну, вот пока на этот раз вроде бы и все. Если вспомню я что-нибудь еще, то я вам напишу, подскажу. Просто сегодня я как бы еще тот раз показывала, я смешивала все. Была простужена. А сегодня я пока жива-здорова. Я не хочу просто изводить продукты просто так зря и выбрасывать. Поэтому я на словах постаралась объяснить. Но я еще и напишу те ингредиенты, которые нужны. Ну, все, мои хорошие. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok